Сегодня будем делать ключи для Сузуки Гранд Витара 2. Второе поколение уже десятого года. Значит один ключ есть. Надо написать второй. Вот у нас ключ и рабочий один, а второй они стали менять батарейку, раскрутили и чип у них вылетел, чипа нет. Радиоканал работает, то есть открывает-закрывает, но не заводит. Делать мы будем с помощью PCM Flash, чтобы не вскрывать блок, не выпаивать микросхему 93C56. Будем делать через OpenPort. Открываем PCM Flash. Подключение мы выполнили. Denso Bootloader нам нужен. И открываем. Нам только EEPROM нужен. Открываем Suzuki EEPROM 56. Так, чтение нажимаем. Включить. Включаем. Так, сохраняем. И смотрим, что нам прочитал PCM Flash. Пустой EEPROM. Это означает, что EEPROM выбран неправильно. Процессор выбран неправильно. То есть у нас здесь получается 70-58S. Давайте удалим то, что мы пустое прочитали. А нам нужно выбрать 70-58. Вот 55 и 58 EEPROM. Вот это надо выбрать. Давайте сейчас прочитаем, что получится. Вот, пожалуйста, EEPROM сосчитан. Здесь находятся ключи. И не разбирая блока, сейчас мы закинем это в танго. И танго нам сделает ключики. Открываем танго. Так, проверяем ключик рабочий его. Что там за чип у нас. Так, 36-й. Заблокированный. Так, и проверяем ключик, который... Вот. Есть ли там чип. Чипа там нет. Все, наша задача сейчас открыть дамп, который мы сосчитали. То есть выбираем Suzuki. Гранд Витара. Шестой и выше. 56 микросхема. Вот она у нас, 56 микросхема. Вот он нам показывает два ключа. Так, нам нужно посмотреть, какой же ключ у них прописан. Ключ номер два. Так что, писать мы будем под ключ номер один. Чтобы этот ключ остался в системе. Так, берем транспондер 7936. Проверяем его. Не заблокирован. Так, опять открываем наш файл. И первым ключиком пишем его. Он предлагает нам сохранить этот файл и записать обратно в блок. Так, давайте теперь проверим. Откроем этот файл. 2К. И проверим, все ли ключи у нас на месте. Так, берем их ключ, который был. Ключ номер два. И наш, который только что написали. Ключ номер один. Все, ключ в системе. Так, Танго нам больше не нужен. Программатор. Сейчас нам нужно чип вставить в ключ. И записать дамп, который сделала Танго. 2К. Вот она положила ключ. 2К. Итак, разбираем наш ключ. Здесь у него два винтика, которые нужно выкрутить. Раз, два. Вот мы разобрали ключ. Вот он, пожалуйста. Здесь все отдельно. Рамка. Радиоканал. Ну и само лезвие, в принципе. Чип вставляется вот сюда. Вот в это место. Давайте мы вставим чип. Так, чтобы чип держался, мы немножко туда герметика Виктор Рейнс. Буквально. Одну капельку. И теперь вставляем чип туда. Все, теперь он не потеряется. Теперь собираем все это назад. блок радиоканала. Рамку. Этот ключик, пружинку мы взводим. Взводим в ту сторону, чтобы она у нас отбрасывалась. То есть закручиваем против часовой стрелки. Все. И теперь вставляем в коробку. Закручиваем. Так. Готово. Все. Ключик сделан. Работают. Так. Еще разочек откроем Tango Key Программер. И проверим наши ключики. Ключик, который мы только что сделали. Пожалуйста. Все. Он уже заблокированный. Значит. Suzuki Grand Vitara. 2K. Все. Так. Ключ номер 2. И наш новый ключ. Вот этот. Ключ под номером 1. Отлично. И теперь проверим радиоканалы обоих брелков. Как они работают. Этот, который мы делали. Вот. Пожалуйста. Работает. И второй, который у них был. все работает. Все работает. Итак. Когда все готово. Ключи написаны. Нам нужно записать наш файл 2K в блок ЭБУ. открываем PCM. Здесь у нас уже все стоит. Выбираем файл 2K. и нажимаем записать. При работе на столе с модулем Denso не забываем подключать терминатор 120 Ом между коншиной. Все. Запись успешна. Наш EEPROM залит в блок. Можно ставить на машину и заводить. Оба ключа будут работать. Итак. Мы выполнили прописку ключа. Добавление. Через разъем диагностики с помощью PCM Flash и модуля Denso Bootloader. Не вскрывая блок. Вычитали EEPROM. С помощью TANGO сделали ключ. Чип. Вложили его в ключ. И записали EEPROM модифицированный обратно в блок. Академия получилась изм Raisa в стеклянности. Кресть. Продолжение следует...